Все равно, находясь в Счастливцево, и не показать вам соль, мы вам розовое озеро не показали, потому что из розового оно стало черным. Что-то где-то нарушилась, какая-то вот эта экология, и поэтому то озеро, по всей видимости, там выращивали эти розовые вещества, розовые организмы, которые живут в соли. Но в Счастливцево оно стоит на соли, поэтому здесь и соленое озеро, и это все идет именно от озера Сиваш. Мы сейчас приехали, здесь таких вот два, два таких вот бывших, наверное, озера. Вот мы приехали и показываем вам, сколько соли. Люди ходят здесь, выбирают глину, соль берут. Ну и эта соль, как видите, она тоже чуть-чуть розововатая. Это, конечно, не то озеро, которое было раньше, но тоже красиво. Сейчас я попытаюсь туда зайти. И муж говорит, что там грязь. Муж говорит, что там грязь. Да, здесь действительно, здесь действительно вот грязь такая. Если бы мы не ехали домой, мы сейчас собираемся ехать домой, и потом нигде не помоемся, потому что мы уже... Здесь везде мокро, здесь, конечно, грязь, если выбирать. Грязь хорошая. Я помню, когда первый раз, первый раз мы приехали сюда, мы еще не знали, что есть вот то розовое озеро, которое сейчас называют розовым. Мы когда сюда приехали первоначально, то радовались, радовались. Здесь набирали соль. Вот до сих пор у нас дома стоит эта соль. Сколько ее дома надо? Ты сделаешь иногда примочки для лица, иногда сделаешь ванночки для ног, для рук. Вот, а ее много не надо. Главное заниматься собой, и тогда... А если собой не заниматься, значит и соль не надо набирать. Сейчас я разверну немного камеру, чтобы вы увидели эту красоту. Честно говоря, очень красиво. Смотрится прекрасно. Небо такие красивые. Сегодня прекрасная погода, друзья. Сегодня нет ветра. Утром медуз было меньше. Мы даже утром проплыли немножко. Раньше было... Те два дня было очень страшно плыть. Сегодня проплыли. И вот сколько соли. Сколько соли. Не зря раньше вот такие вот ходят же. Розказывают наши дедушки, бабушки, как козаки ездили в Крим посель. Да? Чумаки. Чумаки ездили в Крим посель. Есть чумацкий шлях. Вот они все время брали этих валов, запрягали. И вперед. И вперед. Ехали ци валы, знали, куда. Хлопцы там понапиваются, едут. Звычайно, тут соли. Соли. Бери ее. Очищай. И, пожалуйста, тебе соль. Даже плюс ко всему, она немножко розововата. То есть каротины. Вот эти розовые водоросли у нее есть. Поэтому мы уже проезжали, мы ехали домой, друзья. И решили все-таки показать вам вот эту красоту. Хотела я туда зайти, но зайти туда невозможно, потому что грязь. Если бы мы здесь еще оставались и отдыхали, я бы вам, конечно, зашла бы и показала. И еще хочу вам рассказать об одном. Вот здесь растет такая травка. Розовая травка. Она действительно почему-то здесь все везде розовая. Да, вот я вам показываю, друзья. Вот такая вот травка. И утром, когда мы проходили на соленое озеро, так ее не слышно. А вот именно возле соленого озера ее очень много. Мы когда проходили сразу там за рыночком, за вот этим базарчиком, проходим на соленое озеро, и прям слышен такой вот прекрасно сладковатый запах. Вот эта травка издает вечером и утром прекрасный запах, когда нет ветра. Приятно так вот пройти к соленому озеру, где ты не слышишь сероводород, а проходишь все-таки такой замечательный запах. Ну и конец августа. Уже все птицы собираются улетать. Мы видели много стай, которые летают, собираются. Скоро осень. Сейчас прекрасный бархатный сезон, поэтому кто собирается ехать? Сейчас море теплое. Медузы сегодня утром немного ушли. Не знаем, как будет к обеду. Мы заметили, что медузы утром уходят, а вот после обеда их очень много. Вот так вот показала вам такой прекрасный регион. И мы поехали домой. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Будем дружить. Кто остается со мной, спасибо, что вы со мной, мои дорогие. Пишите мне в комментариях. Может быть еще куда-то съездим. Не может быть, а съездим обязательно. Да, Валер? Да, конечно. Мы съездим. Мы обязательно съездим. Всем пока.